Делаем развал схождения самостоятельно. Большинство автолюбителей думают, что сделать развал схождения на машине можно только в специализированном сервисе. На самом деле это неправда. Конечно, если есть деньги и нет желания, то все это лучше, проще поехать на сервис. Но все-таки если желание есть, денег хочется сэкономить, то все это можно сделать самому и, поверьте, получится то же самое, что на сервисе. Я уже делал так не раз, и сейчас я вам покажу, как делается развал схождения, если быть точным, то схождение колес передних на автомобиле. У нас в Renault Scenic 2, но на большинстве других машин процедура аналогична будет. Первым делом устанавливаем ровно руль, чтобы руль стоял ровно. Значит, по уму при установке колес надо, чтобы машина была полностью опущена перед, то есть были одеты колеса. Но я сделаю сейчас так, а потом проверю его на опущенной машине, все ли правильно. Для того, чтобы сделать самостоятельный развал передних колес, точнее схождение, нам понадобится вот такой вот прибор, сложный. Это обыкновенная нитка, намотанная на что-нибудь. Далее нам эту нить необходимо закрепить на заднем колесе. Нить закреплена вот таким вот макаром, немножко вот так. И принцип будет заключаться в чем, что развал схождения делается по задним колесам. У нас закреплена нить, она идет от этой кромки и по вот этой, то есть ровно. Сейчас ставим переднее колесо и смотрим, как наша нить будет соприкасаться с передним колесом, по каким краям. Так мы поймем, в какую сторону нам надо ровнять колесо. Наше колесо установлено, и теперь берем, натягиваем нить и смотрим. Вот на заднем колесе она коснулась края колеса ближнего к нам. И далее смотрим здесь, где она проходит. Здесь она соприкасается, а здесь место еще вот сантиметр. То есть нам надо вот эту часть колеса подать сюда, на нас, примерно на сантиметр. Это довольно прилично. Чем мы сейчас и займемся. Снимаем снова колесо. И теперь показываю. Вот это значит для тех, кто не знает рулевой наконечник. Вот он идет отсюда и досюда. Далее от наконечника идет тяга. Ослабляем вот эту гайку. Ослабляем гайку, чтобы мы могли вращать тягу. В принципе, колеса при прокручивании тяги можно не снимать, если есть доступ. Вот наша тяга с наконечником. Хомут. Поэтому можно прокручивать и так, если полностью поднять перед. Так процесс развал-схождения упрощается в разы. Но я снимал для удобства. На моей машине это делается с помощью ключа на 13. Вращается тяга. Значит, нам, поскольку у нас вот эта часть сильно уходит в ту сторону, нам надо ее подать сюда. Соответственно, вращая рулевую тягу против часовой стрелки с нашей стороны, мы будем подавать вот эту часть в ту сторону, а эта часть колеса будет выходить наружу. Начинаем вращать тягу. Так мы добиваемся движения. Ну, попробуем. Теперь надо одеть колесо и проверить, что получилось. Если все линии совпадут, одинаково будут касаться на нити, то колесо установлено правильно. Зажимаем гайку, можно опускать машину. Аналогично работы проделываются на другой стороне. Если же надо подать наоборот вот эту часть сюда, наружу, то вращать тягу надо по часовой стрелке. После установки колеса видно, что здесь нить касается все еще, а здесь еще нет, но расстояние уменьшилось, то есть надо подкручивать. Где-то 5 миллиметров мы подкрутили, еще надо примерно столько же. Продолжаем крутить нашу тягу рулевую против часовой стрелки. Да, я забыл сказать, что прежде чем вращать тягу, надо ослабить хомут пыльника. Вот он, хомут пыльника. Иначе наш пыльник начнет сворачиваться вместе с тягой. Так, значит, я подкрутил тягу еще раз, и сейчас видно, что немножко переборщил. Теперь с этой стороны у нас не касается, а здесь уже касается. То есть, ну, надо, может, буквально обороты на два вернуть назад. Я думаю, что все совпадет. Прекрасно. Итак, у нас все получилось. Нить идет по центру колеса и полностью одновременно совпадает. В этой части колеса у нас и в этой соприкасается с колесом. Нить не обязательно должна идти строго по центру, можно немножко выше, либо ниже, если вам мешает кузов машины натянуть ее. Сейчас снимаем колесо опять и закручиваем наконечник рулевой, зажимаем и хомут, хомут пыльника на рулевой тяге. И повторяем ту же процедуру с другой стороны. Вот он наш хомутик. Затягиваем его трещоточкой, можно ключом. Не знаю, какие у кого хомуты стоят, но подходят хорошо вот такие винтовые хомуты. Фанатизма нам не надо при затяжке хомутов, чтобы не срывать резьбу. Что-то довольно-таки туго сидит. Тем более, что хомуты маленькие, резьба легко срывается. И затягиваем гайку наконечника. Для этого нам понадобится ключ на 22. Ничего страшного, что наконечник пошевелился, это нормально. Гайка у нас зажмется. Еще одна сторона полностью готова. Итак, что мы видим на этой стороне? На этой стороне мы видим, что наше колесо вообще завалено внутрь. Внутрь завалено очень сильно. Это при том, что я уже подкрутил, потому что когда я ставил колесо, я видел, что диск тормозной завален. Сейчас выровняем вот эту сторону. Тут надо еще больше подкручивать, чем на той. Снимаем снова колесо и крутим рулевую тягу. Так, я подкрутил опять тягу. И сейчас я вижу, что практически вот она коснулась здесь. И здесь чуть-чуть надо, чуть-чуть она. На видео это не очень хорошо видно, но вот касается, тут еще несколько миллиметров надо подкрутить наружу колесо. В процессе работ нам необходимо убеждаться периодически, что руль остается стоять ровно, поскольку руль, в отличие от автосервиса, мы не блокируем. Ну, небольшое смещение, ничего страшного, если будет, это нормально, если вдруг получится. Самое главное, чтобы, когда мы будем ехать, если машина не ведет в сторону, не забывайте про уклон дороги. А то некоторые забывают про уклон дороги и думают, что машина ведет. Если она на ровной дороге машину в сторону не ведет, отпустив руля, то все нормально. Схождение колес сделано правильно. Ну, и вообще по состоянию резины вы сами увидите. То есть, ну, если вы что-то тут конкретно на косятеле, у вас будет очень плохо. Ну, вы заметите сразу, что машина ведет в сторону, что начала есть резина. Но если у вас по нити все совпадает, как в моем случае, то все будет отлично. Сейчас еще немножко подкручу. Опять сниму колесо, подкручу тягу чуть-чуть. И буду опускать эту сторону и зажимать колеса. Скажу, что, ну, развал схождения на сервисе стоит в среднем 7-10 долларов. На фирменных сервисах, которые называют себя официальными, и того дороже. Мы же сделали, по времени у нас ушло час где-то работы. Ну, максимум у вас уйдет полтора часа. Да, придется несколько раз снять, поставить колесо. Ну, сэкономлено 10 долларов минимум. Мне, например, 10 долларов в час не платят. Конечно, проще поехать на сервис, да. Но если есть желание, то делайте сами. Ничего сложного нет. Цена вопроса 0 рублей. Ставьте лайки, как говорится, и подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока. А вот так проходит испытание после развала схождения. Все чудесно. Руль четкий. Никаких стуков, ничего нет. Машина никуда не ведет. Руль стоит ровненько. В общем, мне понравилось. Субтитры создавал DimaTorzok